По инициативе Академии Государственного Управления при Президенте Узбекистана рассматривается и готовится широкий перечень методических материалов, которые бы позволили доступно и понятно доводить до каждого сути и значения, вытекающие последствия всех масштабных преобразований как самого глобального масштаба, так и тех перемен, что стремительно меняют нашу жизнь к лучшему. Очередные встречи глубокого познавательного характера состоялись в Джизаке и Бухаре. Лицом к лицу услышать и понять, помочь и поддержать. Такова цель новой инициативы ученых и практиков Академии Государственного Управления при Президенте Республики Узбекистан. Большая команда профессоров и преподавателей начала диалоги с населением во всех регионах страны, чтобы просто и доступно на встречах рассказать о том, что все реформы, происходящие сегодня повсеместно, направлены на реализацию одной цели – благосостояние народа, процветание государства. Джизаки – целевую аудиторию составили представители общественных организаций, различных ведомств и учебных заведений. На наших встречах мы хотим охватить больше молодежи, особенно неорганизованной, чтобы на простых примерах объяснить каждому сути значения происходящих в стране реформ. Как показывает история, всегда и везде основой развития были и есть наука и просветительство. Только образованный человек может обладать глубокой духовностью, твердой верой, любить свой народ и родину. Просвещенное гражданское общество может сформироваться тогда, когда каждый гражданин глубоко осознает эту простую истину. Об этом мы и говорили. В ходе семинара изучаем и социально-экономические проблемы, проводим среди населения опросы. Вообще известно, результаты преобразований зависят от знаний, мировоззрения и участия каждого в этом процессе. И не менее важный аспект – вопросы духовного воспитания молодежи. Говорили мы сегодня и о повышении правовой культуры подрастающего поколения. Президент страны не раз подчеркивал, что в проводимых реформах особое место занимает вопросы их гармоничного воспитания. И приоритетная задача – обеспечение условий для самореализации. Потому важно, чтобы молодые люди понимали это, что в построении современного Узбекистана особая роль принадлежит именно им. Следующий адрес содержательного диалога – Бухара. Говорили на встрече о том, что сегодня в числе приоритетных задач и развития многостороннего сотрудничества в сфере социальной поддержки молодого поколения, защита его прав и интересов, совершенствование системы подготовки кадров в высших учебных заведениях. Каждое выступление ученых и преподавателей было наполнено искренним желанием предоставить объемную информацию. Стратегия действий развития республики на ближайшие пять лет. Выступление главы государства на торжественном заседании в честь Дня Конституции. Послание президента парламентариям страны. Исторические моменты в дальнейшем развитии страны. Молодежь должна знать самые важные приоритеты. Быть сопричастным ко всем преобразованиям. Наступило время, когда решающая сила социально-экономического роста республики – это инновации и человеческий фактор. И теперь именно молодым предстоит развивать инновационную деятельность. Вносить свою весомую лепту в будущее Узбекистана. Узбекистана.